Ай-яй-яй-яй! Ай-яй! Злодей в сторону Лесарей, ставший героем против Анубиса. Враг Анубиса, ставший ему другом. Неудачница, ставшая успешной. Мракоград. А всё ли из этого так? На данный момент около 155 видео и нет никакого самоуважения. Но об этом попозже. В этом ролике мы разберём главную клоуниху и кошелька, переобувалку, а именно подругу Анубиса. Сейчас поймёте, она вряд ли пройдёт мимо этого видео и 100% его посмотрит, поэтому мы иногда будем обращаться к ней напрямую. Ладно, возьмите что-нибудь покушать, а с вами команда Лесарей. Начало всего берёт, когда она была обычной подписчицей, которая ничем не отличалась. Комментировала своего любимого блогера. Однако потом мрака чисто случайно выигрывает клоуап с Анубисом. Она его дождалась только спустя время, а именно спустя 2 месяца. Она ещё сама об этом писала, ему видимо она не была до этого интересна. Потом он о ней забывает. Ну а спустя некоторое время, после того, как мрака нас всячески обсирала и поливала грязью, она резко начинает проситься к нам в телеграм-канал. Вы сейчас, возможно, этого не найдёте, так как она всё почистила, когда узнала, что о ней будет разоблачение. Но об этом чуть позже. Мы любезно принимаем её к нам, несмотря на всю эту ситуацию. До этого забыл, кстати, добавить, что Киткат писала пост, типа Поля её проигнорировала насчёт арта, хотя Киткат очень старалась. А ей тупо взяли и наплевали на лицо. Мрака репостнула данный пост и дописала, что она согласна насчёт лесарей. Это хоть и не соглашение полное, но на 60% она была за нас. Да, возможно, мрака ты сейчас пойдёшь строчить. «Я глупость и весила, я засвею, поэтому всё так получилось». Как ты писала под конец диалог с главным лесарем и другие подобные оправдания, но ответ на вопрос. Зачем нужно было с самого начала общаться с лесарями, проситься в телеграм-канал, а потом, чисто по приколу, как говорила Полина Берри в своём голосовом сообщении, но об этом позже, скидывать нам информацию про Анубиса, если можно было нас спокойно кинуть в ЧС и игнорировать. И никак не имеет с нами дела и вообще забыть. Тупые оправдания тут не сработают, и ты пыталась оправдаться с длинными голосовыми. Вот, хотим разобрать всё это говно с самого начала. Как я и сказал в начале видео, она общалась с нами, да даже больше скажу, она от нашего канала. После верного общения с нами, она кидает страйк на наше видео. Вот наш пост об этом. Сейчас, конечно, она будет оправдываться. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Но как, по-твоему, бы прилетел страйк без твоей помощи? При все моей скромности и аморальности я считаю, что это капец-со не весело. Она сама же сделала пост о нас, лишь бы обсмеять. Но не будем об этом сильно. Дальше у нас с ней продолжается непродолжительный диалог, где, кроме оправданий, она не может ничего сказать и толком не говорит причину, почему от нас ушла, а только высылает в группу голосовое сообщение, где длительность, посмотрите, 4 минуты. Целых 4, чёрт возьми, минуты она пытается оправдываться, не давая толком аргументы. Это, во-первых, неуважительно с точки зрения морали, а, во-вторых, к себе. Сейчас кратко я вам перескажу, что там говорилось. Ой, ребятки, простите, я была за Лесарей, я вот не знала, на что иду, вот я такой глупый, совецыла. Это всё, что ценное мы услышали. Судя по её лексикону, словарный запас у неё не очень большой. Ей начали задавать вопросы, на что она подключила Полину Берри. Понимаешь, такая ситуация, что изначально мрака она была вместе с Лесарями. То есть она в прикол сливала информацию об одну пись, она в приколу тупо искала вот, ну, в общем, всё, что не нужно. Потом она в итоге одумалась и поняла, что она была неправа, поэтому бросила Лесарей. И из-за этого Лесаря её постоянно упоминает в своих роликах, типа вот она предатель, вся вот эта вот тема. Ну, то есть, грубо говоря, просто какой-то хайп. И на её аудитории тоже. Не смогла всю кашу сожрать и позвала подружку. Как же иронично. Но тут даже сказать нечего. Морис, слышны были нормальные оправдания в ЛС с главным Лесарем. Ну, я, короче, там канал чистила, потому что меня очень бесило, что там очень много, и я там всё удалила. То есть там самый первый пост, это вот эта вот лотерея на Глупас вроде, я не помню. Ну, то есть там всё удалилось тупо. Ну, то есть это я удалила, да. Я думаю, даже тут мне надо объяснять, насколько это тупо и насколько она нелепо переобулась. Вы, наверное, знаете, что у Мрака основан канал на розыгрышах, ведь она после «Высший бал» сама ныла, что её аудитория только из-за этого. Но об этом чуть позже. Мраку, признаю, была отличная идея, даже мне, если её самому понравилось, и много кому ещё. Но после первого раунда, где вы и её подписчики выбрали Анубиса для вышибания, уже вы догадываетесь, что случилось. Она удалила вышибалы. Вышибалы ради Анубиса отменять. Она выпускает пост, где пишет, что «Ну что это вы про Анубиса проголосовали, давайте лось за обычный конкурс». Незаметное переобувание. После всей этой ситуации она выпускает пост, где Аноид одновременно пишет, что несколько человек знают, что она уходит, бла-бла-бла, создавая канал, она не думала, зачем вообще там, что она не хочет больше сразить деньги, и всё там подробно. И если вы хотите узнать поподробнее информацию, то заходите к ней на канал. Что угадайте там потом происходит? Даём 5 секунд. Бля, она пошла. Да, правильно, выходит ролик, а точнее шорс. Ой, ребятки, а я не ухожу. Ну зачем тогда писать двухтонный текст, где жаловы, что просираешь деньги зря? Зрение плохое? Как ты собираешься вести канал с плохим зрением? Как ты собираешься вести его, если тебе будут давать телефон на один час? Или ты об этом соврала? С последним пунктом хочу обозреть конкурс, был недавно такой. Кратко, из уст нашего разведчика. Короче, начнём с самого начала. Мрако говорила в чате на начале конкурса, что нашего черта не будет. Перед итогами Мрако не могла выбрать место, и там был чёрт. Сразу все не в порядках и начали ссориться. Многие были против, и то у неё там клуб и голд пас. В общем, жизнь кайф. Через несколько ссор в чате, меня уже не было, Поля выставила пост по типу, зачем вы обижаете Дашу, ну и тому подобное. Она, в принципе, постоянно её защищает. Через ссоры в чате и негативных эмоций, она всё-таки додумалась изменить мнение и убрала черта из первых мест. Но в итоге выбрали победителя Клён, и я её знаю. И она начинает жаловаться по типу, зачем мне Телеграм-канал и так далее. Я думаю, тут вся суть понятна. Если мы голосовое поле найдём, то вставим. Далее она жаловалась, где же мне взять ещё 500 рублей на ещё одно место. Дорогая Мракоград, ты могла не донатить Анубису и Поля, а набрать эти деньги на розыгрыши между своей аудиторией, а не удалять всех неугодных тебе подписчиков, которые высказывают чуть-чуть хейт в сторону тебя. Или потом удалять все негативные эмоции в Телеграме по совету Анубиса. Нам обидно, что Мрака из хорошего ютубера превратилась в жену Анубиса и устроила с ним кринж-свадьбу и экранную любовь. Она временно с этим пропагандировала беременность, нормализировав, выложив пост. Это, конечно, рофл, но они забывают, что у них детский контент. Мрака сама сначала такая богачка, тратит все деньги впустую на Анубиса и Поли, а потом подарите мне премиум, пожалуйста. Она сначала всем по три куба дарит, тратит деньги на неизвестных людей и попрошайничает по итогу, а потом ноет. Ой, подписчики, у меня денег не осталось и тому подобное. Что мы имеем по итогу? Одна девочка после длительного общения с нами переобулась из того же Анубиса, стала закомплексована в себе и боится хейта, а потом стала кошельком без денег, который стал особо никому не нужен. Мы никому не советуем ей что-либо доказывать и советуем выйти с ее телеграм-канала. Ведь если вы опрокинете неосторожное слово или выскажете свое мнение, то мрака вам не даст ничего дописать и моментально забанит. А еще он и смехнется о вас в посте. Возможно, вы что-то больше ожидали от ролика, но мы сделали именно таким. Если что-то упустили, то отправьте нам в телеграм-канал, ссылку оставим в описании. А с вами была команда Лесарей и пока. Кстати, ролик мог выйти буквально несколько дней назад, но дело в том, что я, Саша Трактор, человек, который озвучивает данные видео, у меня постоянные проблемы, из-за чего я не могу нормально ролики озвучивать. Именно поэтому видео немножечко задержалось. Но по планам мы его вообще могли выпустить в понедельник или в воскресенье. Может быть даже под начало декабря, если бы я не ленился. Ну, это все, что я хотел сказать. Пока, пока.